На сегодняшний день, вот кто еще был в офисе регионального оператора недавно, я не знаю, может быть. Добрый день, всем коллеги, гипермаркетленд, главный инженер. Меня зовут Иван. Я был в офисе, был в офисе две недели назад, мне дали договор на руки. Девочки, значит, пояснили мне, вот вам договор, ознакомливайтесь, подписывайте, и, значит, через две недели, если у нас не будет оригинала договора подписанного, договор считается заключенным, и мы, то есть, работаем по нему. Я начинаю объяснять девочкам то, что, понимаете, у нас компания большая, нужно провести определенную процедуру согласования, ну, отказаться от меня слушать, то есть, 89-й закон, и все. Вопрос следующий, просто заявку мы подали 31 июля, то есть, отправили и наручно, непосредственно в центральный офис вам, и заявку отправили по электронной почте неоднократно, по всем гипермаркетам, которые находятся у нас в области. То есть, это 5 гипермаркетов, 2 в Энгельсе, 3 в Саратове и Балакол, соответственно. Это раз, то есть, что касается договора, да, там сидят две, ну, девочки, все, то есть, как бы, то касается офиса. Вопрос в следующем, неоднократно уже на протяжении двух недель звоню вам в офис, мне нужно вывести Европресс, что мальчики, что девочки, которые отвечают на телефон, они вообще не понимают, о чем я говорю, как его возить, куда, он не габарит, в Саратов, вы его не довезете, здесь местный никто не вывозит. Также по контейнерам, да, у нас есть ракушка 8-кубовая, которая прописана также в договоре, и стоит график вывоза, и еженедельно уже на протяжении месяца никто не вывозит, сломана машина. Еще один вопрос, на прошлой встрече мы передали вашему руководителю перечень твердобытовых отходов, которые там расписаны по всеми кодами, у меня есть входящий он поставил, то есть расписался, ответа мы так и не получили, то есть, как бы, ни наручная, ни по электронной почте. Вот ваша работа. У нас прописана процедура. Позвольте, отвечу. То есть я всех выслушала, да, я пытаюсь ответить на вопросы, у нас конструктивный диалог. Юрий Павлович, да, три секунды еще. Давайте. Вопрос следующий, просто, а мы подали заявку в установленный закон сроки, правильно? То есть как произошло, как закон еще даже, там, не вступил в законную силу, там, мы его только опубликовали, мы подали 31 июля, то есть, получается, у нас декабрь, да, под Новый год, то у нас, получается, нам дают две недели, дают на согласование этого договора, да, и получается, то, что два с половиной месяца, ну, вы не смогли, то есть, как бы, состоять никакой... Ну, что, что мы не смогли, да, давайте, может, не будем обвинять, кто это, да, давайте еще поговорить о том, где были поданы расчетные единицы, а где были поданы все правосноводачивающие документы, да, о том, что виды расходов, которые у нас, как бы, идут. Коллеги, да, это был диалог, то есть... Почему диалог? Почему диалог? Я могу вам ответить? Спасибо. Явка электронной почты и наручки. Да, вы направили заявку, у нас есть... Вы направили единственное, многие так сделали, то есть, многие крупные предприятия, которые знали об исполнении обязанности исполнить закон, это сделали, да, теперь давайте разбираем каждую заявку конкретно, которая там была нам поставлена, то есть, пакет документов, который был направлен, да, у нас идет расчет, исходя из расчетных единиц. У нас есть вопрос такой понятия, как график и периодичность вывоза. Вы сами понимаете, что у вас есть пресс-компакты, которые стоят. Вы не единственный торговый центр. Да, у нас как бы идет, что пресс-компакторы вывозятся по графику, они вывозятся не ежедневно. Вы это тоже прекрасно знаете. Третий вопрос идет, формируется. То есть, направили договор сюда, отработали, направили. То есть, то, что вам говорили про две недели, это да, написано в постановлении 11.56. Опять, мы говорим сейчас о том, что до подписания договора в письменном виде он действует на условиях типового. Все, то есть, вы не ограничены. Мы понимаем, что у вас также есть вертикально интегрированная структура. Вы согласовываетесь с Петербургом. Вы, говорю еще раз, у нас есть Энгельс такой же, Балакова такой же. Там это так уже прошли. То есть, вы проходите свой этап. Вам кто-то выставлял на оплату неоказанную услугу? Нет. Нет. Мы сейчас, главное, нескольких год.